Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Аганрог. Сегодня 4 сентября 2022 года и вот мы с вами сейчас находимся на пересечении перекрестки улицы Карла Липнехта и переулка Добролюбовский. И вот буквально через несколько минут здесь состоится попытка установления рекорда России по буксировке сцепки двух трамваев. Попытку установления рекорда России будет выполнять догонрожец Степанов Александр. Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, Таганрог в последнее время очень преображается, это заметно. Одно из... Администрация уделяет огромное внимание развитию города. Одно из таких заметных вещей это изменение инфраструктуры города, допуск новых высокотехнологичных трамваев российского производства, транспортной компании «Синара». Вагоны оснащены по последнему слову техники, являются безопасными. Мы совместно с администрацией города и с «Синарой» городскими транспортными решениями решили подсветить дополнительно это событие с таким вот уникальным рекордом. Поскольку движение в городе трамваев прерывать нельзя в этом празднице, как в России. Была выбрана площадка, которая будет запускаться в локацию в ближайшее время. Но если вы обратите внимание, здесь есть хороший уклон в обратную сторону. Поэтому немного условия изменились. Мы будем сегодня начинать с двух трамваях. Если у Александра получится сдвинуть два трамвая, это уже будет рекорд России. А потом, если все пойдет хорошо, попробуем тренировать. А вот когда проверяли на уклон? Да, вы можете сами, вы заметите сами, при установлении, когда Александр перестанет трамвай двигать, а не назад. Спасибо. 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 Все это хорошо. Новые трамваи, все эти активности. Но люди меняют города. Мы с вами. Именно внедрение этого трамвая, нового трамвая перевернуло наше сознание, что мы можем сегодня поменять город к лучшему. Мы можем достигать победы, рекорды. И поэтому сегодня такое событие, когда мы этого хотим всегда. Саша, у тебя все получится. Мы в тебя верим. Спасибо. Таганрог – чемпион. Так что слово предоставляется генеральному директору ООО Синами городские транспортные решения Таганрог. Шутикову Дмитрию Геннадьевичу. Добрый день. Хочу вас от всей нашей команды «Канру Стуртонного Транвая». Приветствую. Отдельно ты приветствую Салагеновичу, который принял на мероприятие. Александр, у тебя сегодня будет рекорд. Я уверен, ты его поздравишь. И если все состоят, то мы сегодня находимся в следующих два трамвайных машин в городе. Слово предоставляется представительность Российской общественной организации «Симнейшая нация мира» в Южном федеральном округе. Иванова Михаилу Александровичу. Добрый день, Таганрог. Ваша администрация города совместно с ООО «Синара», «Городские транспортные решения» подарили вам новый трамвай, новый инфраструктурный проект, который улучшит жизнь каждого горожанина. А мы, общественная всероссийская организация «Сильнейшая нация мира», хотим подарить вам этот рекорд России в честь дня города и запуска новых трамвайных маршрутов. С праздником, Таганрог! Рекорд будет устанавливать таганрогские богатыри, представитель общественного движения «Сильнейшая нация мира», учитель физкультуры «Мол СОЖ» номер 31 город Таганрога, участник этого на Северном Кавказе, ветеран боевых действий, Степанов Александр! Александр попытается сдвинуть с места сцепкой из нескольких новейших трамвайок российского производства. Давайте поддержим нашего земляка! Ну что, приступим к установке нашего рекорда. Можем что делать? Правильно, аплодировать, поддерживать, хлопать, кричать. Самое главное, что Александр попробует вначале сдвинуть с два трамвая. Правильно? Все верно? Александр передумал я не передумать? Нет, он никогда не передумает, друзья. Никогда. Просто подготовка командирования в один из самых важнейших этапов. Верно? Что все удалось, что не все получилось. Сейчас мы станем свидетелями одного из самых главных событий. Такого у нас еще в городе не было. Никто никогда не двигал трамвай. Готовы? Готовы? Давайте зададим. Зададим 8. Зачем обратный отсчет? Нужно все вместе. 10, 7, 8, 7, 6, 5, 5, 2, 1, 6, Поехали! Кааааааа!! Поехали!!! Саша! 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 О, боец настоящий! Давайте, как он побежал, а? Все? Так, закрыто? Вроде закрыто, все, рез нет? Ну, полный рез, да. Итак, отходим, друзья, сейчас, что вы ее делаете? Тянуть, вот так, отходим, отходим, отходим. Опа, пошла! Пошла! Давайте пробежки, дети едут! Отойдите, отойдите! Отходим, отходим, быстрее! Соткуда мы едем? Поднимайте! Поддержку, поддержку! Так, 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 аккуратненько, аккуратненько! Нашим бегом, нашим дорожным бегом! Мы этого аплодируем! Аплодируем! Следующий рекорд у нас будет встречать такой в среде, который мы сегодня не заметили, тоже поместится в новом трамвайе. Вот, не будет кофе в тамайдецей, который будет стоять, не будет. Александр Забавев, адвоксмены! Ну что, на этом все? Друзья, давайте поаплодируем Александру, за то, что он пораил нас такая настоящая спортивная ума, 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 аплодисменты, рукой установлен, рукой установлен. Спасибо каждому из вас, что вы пришли на сегодняшнее мероприятие, подняли друг другу настроение, поддерживали нашего настоящего тагарошского чемпиона. Давайте же еще раз дадим шоу максимально! Громче, громче, друзья! Ну что, новое мероприятие, провороченное, был сразу праздником, это Дню нашего города. Давайте с наступающим поаплодируем друг другу. Ну и также, конечно же, как вам пообещали, сегодня будет запущено еще два маршрута, два маршрута, два маршрута нового трамвая. У нас еще новости есть, Сережа, у нас же не загорали, у прекрасный праздник. День города. Да, и сейчас Николай Владимирович расскажет, что у нас будет за окном. Я подошу фотографию. Заш, давай мы вместе с тобой объявим. Ну что, уже я точно знаю, что у нас появился еще один чемпион. Ура! Ура! Который 11 числа, 8 часов утра, на набережной, на зарядке с чемпионами, будет участвовать, да? Да, буду. Друзья, всех ждем на зарядке с чемпионами. 11 числа, 8 утра. Я еще хочу дополнить, что у нас зарядка начнется в 8 часов утра и будет очень-очень много подарков. Я думаю, что мы практически каждому дадим подарок. Если люди придут в 7 часов утра, у нас наши партнеры, так они клуб регби, они подарят тысячу футболов. То есть приходите в 7 утра, регистрируйтесь там ВКонтакте, там все активности мы расскажем и подарят тысячу футболов. Далее, те люди, кто придут к нам на зарядку в 8 часов утра и примут к ней участие и потом сделают селфи и выложат свою фотографию ВКонтакте с трештегом зарядка Патагонрогский, то вечером мы будем вручать поездка в Адыгейн, все включено, сотовый телефон, всякие там гаджеты, гринвич парки, подарковой стока, пиццы, полные баки и лизин. Сейчас я воды попью, я очень прикачу. И сейчас есть подарки, которые будут невозможны, потому что их будет очень много. Друзья, всех поздравляем с наступающим праздником, поздравляем с сегодняшним событием. Это на самом деле очень-очень классно, когда в городе Дагонроге есть такие активные и сильные ребята. Ну и, конечно, мы вас всех ждем 11 числа, это день города. Но день города будет у нас не только 11 числа, начнется он с 9, а 10 будет очень много активностей и в Зеленом театре, и на набережной. И Пушкинская набережная будет активна, Петровская будет у нас вся в активности, в ход корты будут работать. Одним словом, звоним своим родственникам, которые живут не в Тагонроге и приглашаем всех в Тагонрог на день города, друзья. Ну а мы говорим всем спасибо большое, спасибо, что вы пришли сегодня, 4 сентября, к нам на мероприятие, на рекорд России. Спасибо большое за следующих активностей. Я думаю, здесь не было ни обмана, ни подделки. тут как бы видно, что они шли бы со всего этого назад, поэтому тяжело было, правда тяжело. Конечно вернусь, конечно. Отдохну неделю-две и вернусь. Вернусь, по-любому буду что-то делать, буду продвигать вперед. Я, мне уже 40, я уже ветеран, даже 41, но это только было, это только цифра, правда. Есть и желание, и силы, главное, чтобы на все хватало времени, сын растет, хочет для него примером быть. Реально хочется, чтобы приходил, ему говорили, ну тебя батя дает, и хочется показывать. Спасибо, удачи вам. Спасибо, что поддержали привезти. Когда новая техника, как вот, неразъездная, да, ее тяжелее, тяжелее она буксируется, тяжелее идет, а эти там лавайты же еще обкады не прошли, то есть там очень много нюансов, если честно, вот, смотришь, нет, наверное, здесь все с ним, поэтому тяжело было. В какой момент был самым трудным? В момент, ну, финиш, конечно, финиш, потому что ты сдвигаешь, вроде бы, пошел-пошел, а финиш уже все тебе подкатывает, давление, ты начинаешь этажить, ты устаешь, это тяжело. Это реально тяжело, это далеко не кажется, может, плюс еще в голове ты постоянно крутишь, ну, это примерно 50 килограмм, где-то штука пойдет не так, ты на сантиметр ошибешься, а с тебя разбесишься, если ты поставишь ногу не на стопу полностью, а на носок, ребята, рэнцы, срезы, просто, поэтому это очень интересно. Когда и почему вы занялись силовым спортом? Я начал заниматься стронгменом, потому что это очень яркий спорт, я считаю, что в королевах силового спорта, и вот это как одна из дисциплин, то есть передвижение различной крупногабаритной техники, всего этого, а так спортом я всю жизнь занимался в свое время борьбой и штангой, я люблю спорт, люблю активный образ жизни, у меня все спорты, жена занимается спортом, она долго занималась народным танцем. У вас есть какая-то особая система тренировок? не буду льстить, там скрывать, ничего особенного нет, все в этом виде спортом давно придумано, просто как бы, как говорил Давида Дамочригер, кто хочет, тот добьется, кто хочет заниматься, тот найдет для себя причину, кто не хочет, тот найдет оправдатель, поэтому заниматься, у меня дома, вот я занимаюсь дома в частном дворе, у меня есть покрышка 300 килограмм, у меня есть гибель, у меня есть штанга, я не хожу в модный футболзал, все остальное, если есть более-менее там соображения по тренировочному процессу, всегда можно найти, как всегда, грубо говоря, увлечь на плеч, поэтому какой-то особой, там, системы тиберских монахов у меня нет, ничего такого, там, ничего такого. Да, я тренировался, тягал крупногабаритную технику, товарищи мне представили, мы ставили несколько сцепов машины, сначала с одной разминался, потом ставил несколько машин подряд на сцепке, и мы их тянули, ну, некогда кого-то смешил, кого-то пугал, люди снимали на видео, поэтому, ну, так. А почему решили трамваи, это как бы к событию, к трамваи об городу? Да, не было скрывать, а событию, Синара очень ярко зашла в наш город, начались перемены, и мы с моим товарищем, с молодым, с Александром Балаевым, обсудили как-то на чашке чая, он тут неплохо был, я как раз тогда был прям готов к этому всему, и морально, и было бы хорошо. Ну, поскольку там были разного рода события, которые постоянно мешали, то массовые предприятия под запретом, то-то-то-то, не получалось. И тут так получилось, что мне позвонили, сказали, дали добро. Мы встретились с Алексеем, мы с Китоном обсудили, я его познакомил с Михаилом Ивановым, представителем два юных городов, сегодняшняя цепь мира, мы договорились, мы делились с Синара, и Синара, мы с Китоном обсудили. Ну, как бы, я считаю, это красиво, что мне кажется. Хороший новый транспорт, приехали люди посмотреть, поддержать. Ну, мне кажется, это хорошо. Какие у вас еще есть достижения, которыми вы гордитесь, особенно? Самое большое моё достижение, которое я горжусь, я в прошлом году, потому что она была беременна, и когда меня звали на соревнования, говорят, ты поедешь и мне, ребят, я готовлюсь к самым ответственным стартам в моей жизни, я говорю, это будет мой самый большой приз, я никуда особо не верю. Александр, баннер на память заберешь? Да. Хорошо. Я про силовые. Силовые? Силовых много, у меня там много и кубков, и медалей, трактора я тягал, поэтому сейчас с этим всем количеством событий, каких-то самых таких, я его, наверное, не назову. И трактор тягал, там, сколько он, 19 тонн был в Ростове. Итак, по ЮФУ мы ездили. Ну, вообще, Таганрог, на самом деле, это профессиональный южный город, но он один из самых сильных на юге России. То есть наша команда города Таганрога, но она всегда входила в топ-3, причем, ну, наверное, по югу России. Ну, не ниже второго места, а где-то третьего, а так первое, второе. То есть именно по срок моему степлению. Причем это все делается на добровольных началах. Это мы сами варим оборудование, где-то достаем вот эти покрышки, где-то в колхозах привозим, еще что-то. Как вообще вот дети относятся к вашему хобби? Дети относятся так же, как и люди, все относятся по-разному. Кто-то прям вау, кто-то поддержит, кто-то нафиг. Ну, я все-таки надеюсь, что, как я всегда говорю, хороших людей больше, поэтому для них это хороший пример. Как бы я считаю, что все-таки больше, наверное, хорошего, чем Бог. По крайней мере, так, чтобы кто-то в какой-то оскорбительной форме это преподносил, какого нет. Хотя я строгий учитель, на самом деле. Ну, то есть, мои ученики были, но они все равно все ко мне хорошо относятся, по-доброму. У меня нельзя не баловаться, ничего. Но вы и дальше планируете в школе работать? Или все-таки есть какие-то планы? Планы всегда есть. В школе мне интересно. Есть там свои какие-то... Не знаю я. Обычно я своих правовых планов всегда не разношаюсь. Свою верность даст. Тоже есть. Спасибо. Счастье любит тишину, поэтому. Спасибо. Я и о трамвае сильно много не рассказывал. Я и не хотел, чтобы это так сильно пиарили. Я думал уже, ну вот-вот все будет, тогда скажем. Потому что, на самом деле, проведена такая колоссальная... Время на подготовку было очень сжато. Я тренировался, но речь пока о рекорде не встает. Мне позвонили, было очень мало времени. И в этот период, коридор времени, надо было втоптаться именно в эти движения. Поэтому все так вот... Ну, получилось. Я рад. Правда. При том условии времени, которое было, в количестве, вообще, показать такой результат, я считаю, это очень хорошо. При той подготовке, которая шла там, буквально, на минималку, я тоже все расширил. Я доволен. Спасибо всем, прежде всего, чтобы поддержали. Потому что, честно, и в интернете писали, там немножко глянцы всякие. Много подлинных людей у нас. Или они просто в интервью, у них времени больше, понимаете? Они в интернете больше находятся. Не очень приятно было. Мне жена говорит, ничего не читать. Правильно. Спасибо. Все, спасибо вам. Удачи. Спасибо всем, кто поддержал. Спасибо. Удачи вам.